Добро пожаловать в нашу собственную научно-исследовательскую лабораторию. Сейчас здесь пусто, но у нас есть много квалифицированных людей, готовых приступить к работе. Хоккей, ребят, здорово! Я Дима, это GameDevTayCon. Мы с вами продолжаем выжигать просто всю поляну GameDev'а своими шикарнейшими играми с компанией Выдручка. Ребят, усаживайтесь поудобнее, приятного вам просмотра, аппетита, если вы вдруг что-нибудь точите. Я вот чисто проверю, что мы можем добавить в свой новый движок. Мультиплеер только, и всё. Так что нет, новый движок, нет смысла начинать. Мы с вами должны забабахать с вами новую игру. По своим тайтлам пойдём. Детектив для всех. Средний. Квест. А? Норм. Всем нравятся квесты, стратегии и RPG от нас. Почему бы не бомбить ими, да? Why not? и 300 вопросов. Классная игра должна быть. Я бы поиграл. Ну, квест на PlayStation такое себе занятие. А доля рынка не то, чтобы выше, чем у PC намного. Так что PC... Да, я сказал, что мы на PlayStation будем идти, но... Извини, PlayStation 2. Наверное, мы к тебе придём на третьей плойке. Не быть нам Naughty Dog'ами. Suck-Suck, естественно, да? Это наш движок, который мы даже продавать умудряемся. Так. Mbox360 сегодня вышел. Рад за них. Очень-очень сильно рад. Так, ребят. На why not? и 300 вопросов. Нам нельзя... Ни в коем случае нам нельзя опростоволоситься. Поэтому квест должен быть гениальнейшим. Наверное, как-нибудь вот так. И за квест у нас будет, естественно, Деннис Хабибис. Движать? Который Хабабис. За геймплей. Нужно, не знаю, бренда. За движок тоже бренда. Давай. Здесь только бренда будет выжигать. Бренда, работай. Мы не зря тебя брали. Ты должна взять, просто порвать всех на своём движке. На своей работе, точнее, с нашим движком. Привет. Это Том Мот из Center. Center. Я слышал, что выдручка работает над новой игрой. Да, мы согласны дать интервью, опять же. Как вы считаете, будет ли игра Why Not? и 300 вопросов успешной? Так, естественно, да. Ажиотаж поднимаем, в любом случае, даже если игра говно. Ничего страшного. Спасибо за уделённое время. Да не за что. Мы сейчас просто порвём своим Why Not? и 300 вопросов. Это будет новый Шерлок Холмс твою налево. Небольшой стенд мы будем выставлять. Опять же, диалоги будут рвать всех, как чертилы. И за диалоги буду отвечать сам я. Денис Хабибис слишком дохера для него. Так что, да, я возьму на себя диалоги. К сожалению, плохо, когда за сюжет один чувак, а за диалоги другой отвечает в жизни. Но ладно. Дизайн уровней я тоже на себя возьму. Это, наверное, всё, что я буду брать. Так, Люк Монгомери. Нет, дизайн, ладно, возьмёт Трентон Вебер. Потому что нужно, чтобы все работали. Люк Монгомери возьмёт искусственный интеллект. Тут особо ума не надо, конечно, в интеллекте, так скажем. Но, опять же, нужно, чтобы все работали. Вот, по дизайну сейчас порвём. Сейчас такой квест будет просто шедевральным. Дизайн мира графонистый, звукастый. Вот так, по звуку, чтобы он держал, как бы, планочку, да? И тут за звук будет отвечать Люк Монгомери. Выдруч за графику отвечает. Это, типа, среднячок, да? Графику немножко поменьше сделаем, чтобы сатэн держать. А дизайн мира возьмёт на себя опять Денис. Нет, дохрена слишком. Блин, дизайн очень важен. Чуваки, что делать? Дизайн-то очень важен. Дениса мы нагрузили. Ну, ладно. Трентон Вебер, давай. Твой дизайн, твоё видение. Мы доверяем тебе, братан, сейчас. Очень много, между прочим, доверяем. Давайте, ребята, не подведите. Все при делах, ажиотаж бешеный просто вокруг игры. Сейчас ещё, вот, сейчас ещё и игровая выставка. Свой ноты 300 вопросов. Сейчас такой ажиотаж поднимем. Просто мама не горюй. Но дизайн, конфетка. По технологии, конечно, слишком большой, сильно разброс. 185 тысяч. Мы опять в топ-100, наверное, не войдём. Да, не попали. Ничего страшного. По дизайну, смотри, просто. Это просто все будут анонировать на картинку в нашем квесте. Сейчас ещё докинем, потому что пока баги мы уменьшим. Ажиотаж 170. Весь мир просто ждёт нашу игру. Весь мир ожидает нашу игру. Технологии. Во, технологии добрасывают. Неплохо, молодцы. Сейчас ещё, кстати, по технологиям рекорд поставим. А кажется, это наш шедевр, ребят. Наша Мона Лиза. Ажиотаж падает. Давай, 168. Ништяк. Рекорд везде в итоге, да. Я не ожидал, что в технологиях так набросим. Но хорошо. Это наш рекорд. 187, 122. Ребята, из оценщиков не подведите, пожалуйста. Так, из 8000 плюс 12 ни хера себе Трентен Вебер поднял себе зарплату в полтора раза. Ну ладно, у нас всё ништяк пока что. Анализируй, why not. Ну, скрестили пальчики, ребят. Первые обзоры пошли. Скрестили. Восьмёрка. Хорошо. Этого нам хватит. Это нам хватит. Даже вот 8-9. Дайте две. Всё. Нам хватит. Почему? Потому что это уже шикарная игра. Одна из лучших. Я же говорил. Две восьмёрки, две девятки. Супер. Поиграли с удовольствием. Мы шикарные игры начали делать. Шикарные. Продолжаем развиваться, ребят. Дизайн. Качай. Качай дизайн. Тебе мы немножко поднимем ещё исследование. Ты нам нужна в исследованиях. Исследование. Да. Исследование. Мне нужно до 300, чтобы поднялся. Через два месяца M-Box уйдёт с рынка. Ничего страшного. GameSphere уйдёт с рынка тоже. N-Invento заявили о себе в споре за рынок консолей. Нового поколения анонсировали. Ну, кстати, Wii U, да, нашумело, помню. В своё время очень даже хорошо. Так, тебе дизайник, дизайн, дизайн, дизайн поднимай. А тебе поднимаем технологии опять же дальше. Вообще можно тебе исследование мальца поднять. А потом технологии, давай. Чтобы ты тоже выследил её, я докидывал. Чтобы у нас исследований хватало не только на прокачку вас, но и на то, чтобы мы с вами ещё и новый движок всё-таки создали. Недавно в эксклюзивном интервью основатель компании Выдручка сделал очень смелые заявления по поводу игры Вайнот и 300 вопросов, которая тогда ещё только разрабатывалась. Теперь, когда она поступила в продажу, пожалуй, можно сказать, Выдруч, вы были правы. Игра получила в высшей степени восторженной оценки. Это хорошо отразилось на продаже. Там ажиотаж 170 в 168. Ладно. Ещё игра хорошая. Сейчас такие продажи будут. За два дня уже 250 тысяч продано. Мы уже окупили просто в миллиарды. А мы делаем ещё не шедевры. Вы понимаете, к чему мы идём, а? Мы закончили анализ игры. Давай. Впрочем, нет ничего нового. Ха-ха. Ну и ладно. Значит, обучайся дальше самородкам. Почему я именно за пятёрку учу ему и дизайн и технологии? Потому что здесь, в практике-практике-практике, если учить турнир G3 по разработке игр, да, технология 2 и дизайн 2, то они примерно так же поднимаются, как и здесь. Так что нет смысла тратить 10 очков обучения. Примерно то же самое. Нам стало известно, что игровая нота и 300 вопросов, недавно изданная компанией Выдручка, заработала более 500 тысяч. Вперёд, Выдручка, к успеху! Ай! Красота! Босс! Под вашим руководством компания Выдручка выросла. Я считаю, что настало время переехать из технопарка в здание, более соответствующее нашим масштабам. Ребята, мы уже присмотрели отличное место. Оно не из дешёвых, но зато там у нас будет возможность расширяться, когда в этом возникнет необходимость. Ну что, переезжаем? 8 миллионов стоит переезд. Не сейчас. Простите, я не готов отдавать сейчас половину своей выручки на то, чтобы просто переехать в новый офис. Да, там мы будем готовы к расширению. Мы сможем нанять новые кадры. Но нет, пока нормы так. Наверное, когда мы создадим новый движок, я буду к этому готов. Я играл в Войноты 300 вопросов и просто не мог оторваться. Настолько она меня захватила. Диалоги в игре реализованы просто потрясающе. Тут можно по-настоящему увлечься в беседы. Войноты 300 вопросов по праву занимают вершины хит-парадов. Ай, красота! Красота! Так, учись дальше. Давай, дизайн. Ты должен просто проразрывать дизайны местные. Обучение. Что, подняла исследование до 300? Молодец! Теперь технологии рвей. Теперь ты должна технологии подняться нехило. И ты, братан, тоже дизайн поднимай себе. Очень много мы тратим очков исследований, но оно того стоит. Это хорошая тактика, ребят. Я вам говорю. Геймсфера там больше не поддерживается. Неплохо. Это исследование тоже поднял до 300. Красавчик! Молодец! Сейчас он тебе тоже будет поднимать, значит, технологии. Молодец! И ты, парень, 25 у нас очков исследования. Наверное, ни на что не хватит. Ну, на пасхальные яйца хватит. Ну, зачем это? Даже не знаю. Ну, в дизайн уровней. Давай я введу. Мало ли мы сможем добавлять это так же, как, типа, богатую предысторию. Почему нет? Уровень пятый у чувака. Можем дарить ему еще исследования, поднять их до 500 где-нибудь, чтобы они прям выжигали все. Ну, бог с ним. Хотя, давай реально исследования тебе добавим еще. Обучение скорости может добавить немножко, чтобы ты тоже за 300 переходил в скорость. Так, а вы вдвоем сможете работу по контракту выполнить вот эту? Было бы хорошо, потому что мне очки исследования нужны. Достопочтенный сэр, я финансовый консультант генерального директора Womoba Oil Limited в Нигерии. Я пишу вам, потому что знаю о вашей высокой репутации и надежности. Наш генеральный директор уполномочил меня проинвестировать 2,5 миллиона в выдручку. Мы сдали эту сумму на хранение в надежный банк и готовы перечислить ее вам, но банк требует от вас подтверждения. Если вы хотите получить средства, вам необходимо осуществить разовый проверочный платеж на сумму 120 тысяч. Я доверяю вам. Это развод, который тоже, ну, был когда-то популярен в мире. На него очень много людей велось, поэтому его, наверное, сюда и добавили. Мы, естественно, на него не поведемся. 30 тысяч на наш счет добавили. Работу по контракту еще. 3 недели 35-13. Давай, 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 давай. Вот, добавляй, добавляй, добавляйте, добавляйте. Вот, сейчас все оп-оп-оп-оп-оп. Ай, молодцы. Это для чего я сделал? Для того, чтобы ему скорость поднять на самом-то деле. А тебе можно тоже, в принципе, скорость поднять. Можно и дизайн. Давайте мы дальше работу по контракту будем делать. Это, опять же, нам нужно для того, чтобы очки исследования получать. 20,5 миллионов у нас. 20,5 миллионов. Это очень круто. Но мы сейчас будем очень много терять, естественно, если не будем создавать новые игры. Мы будем создавать новые игры, ребята. Не бойтесь. Работу по контракту, опять же, еще одну. Давай, 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 давай. Мы зарабатываем по контракту меньше денег, чем тратим, но ничего страшного Похоже, что в последнее время сразу несколько компаний стали жертвами нигерийских мошенников Мошенники заявляли, что готовы инвестировать крупную сумму, но предварительно требовали авансовый платеж Те, кто попался на их удочку и заплатил, больше не увидят этих денег Полиция ведет расследование, но не в силах остановить мошенников Хорошо, спасибо, вы очень нам помогли Есть еще работа по контракту Давай, 4 недели тестирования игры Просто компания иногда занимается такой ерундой наша Работы по контракту больше нет Ну давайте, вот просто сейчас покажу Турнир G3 про разработки игр за 10 очков Выдручка выросла, я считаю, что настало время переехать в новое здание Не сейчас, он нас сейчас теперь будет закалебливать этим Не сейчас, еще как минимум одну игру Я боюсь, боюсь сейчас движух вперед Серьезно боюсь, потому что мне кажется, что нужно А нет, в принципе, достаточно быстро растет Вот у него сейчас будет 500 скоро и там, и там Мне кажется, просто нужно быть готовым к этим изменениям, да? Не подвести команду Для этого нам нужен новый движок Нам нужно очки исследования на это накопить А я не знаю, как на это дело накопить Потому что я их трачу, эти очки исследования На то, чтобы развить товарищей Мы можем сделать гонки для всех Резко Можем дальше вдарить по РПГ РПГ про вампиров, это нормально? Vampire the Muscular Bloodline Очень хорошая игра Bloody Line Vampires Немножко по-другому я, конечно, все это дело назвал, но неважно Вампиры для всех, средняя Выберите жанр Ролевое Платформа у нас пойдет У 19-го ряня, как захватили рынок 19,5 тысяч Можно, конечно, на них, для них сделать Резко Отойти от PlayStation Да нет Нет Для всех, для взрослых Ролевые норм Все ролевые Давай Неважно Ладно Я говорил, что мы за Sony, но мы, походу, за ПК Хотя, за ПК я тоже все время говорил Мы ПК-шеры, мы ПК-шеры Я много чего говорю, короче, я прям как настоящий разработчик Который только делает, что говорит, говорит, говорит Геймплейчик хороший должен быть, естественно Естественно, хороший Очень хороший Так, как и сюжет За сюжет Денис Хабибис, естественно Выдружит геймплей За движок Люк Монгомери Работаем Давайте, ребята Ажиотаж уже сразу растет Все такие, типа О, они заняты новой игрой Офигеть, предыдущий квест был от них очень крутым Через 4 недели состоится крупная игровая выставка Давайте Еще 80 тысяч на это дело потратим Можем, конечно, новую поставить Новый стенд Но зачем? Нам это не надо Дизайн уровней Поднимем Искусственный интеллект Тоже немножко поднимем Чуть-чуть Чу-чуточку Диалоги Братан Ты за них отвечаешь За дизайн уровней Отвечает Трентон Вебер Да, он уже работает За искусственный интеллект бренда Давайте Все при делах Все должны быть при делах И потом в отпуск пойдете Сейчас я не видел, извините Что вы дико устали Потом вы все идете в отпуск Резко Блин, дизайн мы разорвем просто Ты посмотри Мы порвем дизайн, ребят Это круто Графика Выдруч Трентон Вебер стоит на дизайне Ну, наверное, это хорошо Потому что, господин Денис Хабибис Немножко подустал Так, из-за звука Бренда, может быть Давай бренда за звук Не, давай люк Потому что, ну, у него больше технологий А он не то чтобы устал Бренда и так при делах Работаем Ууууу Сегодня Вони объявила о скором выпуске Приемника Успешный Play System 2 Новая консоль обладает Впечатляющими техническими Кратистиками Лучшими в истории консоли И вполне предсказуемо Называется Play System 3 Консоль одновременно является И блюрей-плеером Вони надеются Что этот формат станет приемником DVD. Стоимость всего этого набора достоинств тоже на высоте, добавляя к списку рекордов PlaySystem 3 еще и титул самой дорогой консоли в истории. Время покажет, как потребители отреагируют на это предложение, учитывая наличие более дешевых вариантов. Впрочем, успех PlaySystem 2 позволяет войне оставаться оптимистичными. Выпуск консоли ожидается в ближайшем месяце. Дело в том, что на PlayStation 2 выходило до хрена эксклюзивов, на PlayStation 3 их тоже больше, чем на Xbox, но не так много. Однако же большинство эксклюзивов PlayStation 2 сомнительного качества. А вот PlayStation 3 эксклюзивы прям как один на подборах все практически. Не без изъянов, конечно, но все же. Игровая выставка. Так, она сейчас нам поднимет ажиотаж. Как все вовремя происходит. Bloody Line Vampires должен сейчас порвать всех. 213 тысяч человек. У нас почти 100 тысяч фанатов. Ребят, после последней поднялось на 20 тысяч, так что, возможно, если Bloody Line Vampires удастся, у нас вскоре будет 100 тысяч фанатов. И тогда мы просто будем рвать рынок своими средними играми. Так, мы, опять же, не попали в топ-100 на выставке за 200 тысяч человек. Я не знаю, кто там вообще. На первом месте, наверное, 3 миллиона человек посещают первое место. Хер узнает. Ажиотаж все равно бешеный. Дизайн бешеный. Ё, что вы делаете? Вы рвете? Вы сейчас до 200 поднимите это дело. Ажиотаж, конечно, ну... А, это потому что тогда мы интервью еще давали. Тогда было 168, поэтому поднимай. Давай. И докидывай. Вы, конечно, подустали, но докидывайте все равно. Давай, 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 давай. Во, может до 200 поднимите? Дизайнчик. Все. Ажиотаж падать начал. Убиваем. Игру вводим на рынок. 196 рекорд, 136 тоже рекорд. Ажиотаж 113 не шибко большой, но и не маленький. Продажи должны быть хорошими. Так, опять зарплаты повышаются. Новое исследование достижения, полнометражное видео, озвучка, простой язык тела, мини-игры. Под вашим руководством компания Выдручка выросла. Да и вы бесите, ну... Не сейчас. Сейчас нам нужно в отпуск. Анализируй, значит, Bloody Line Vampires. Мы потратили практически полтора миллиона. Ну и сделали хорошую игру, ребят. Опять. Так что она опять принесет нам дивиденды неплохие. Шедевр будет тогда, когда мы новый движок сделаем, мне кажется. Четыре крепкие восьмерки. Ну шикарно же. Опять 200 тысяч за два дня. И это поднимает нас просто дико вверх. Вампиры ролевые сочетаются превосходно. Геймплей довольно важный аспект игр такого типа. Мы поняли кое-что еще. Нам следует полностью использовать ресурсы всей команды для разработки игры. Так я полностью использую или нет? Давайте немножко подбросим им дизайна. По пятерочке. Дизайн сюда. Технологии сюда. Вот вам по трешечке, по большим дизайн кубок пикселя. Давай. Вы должны просто догонять своих старших ребят. Технологии. Расти, расти, расти. Ты сейчас у нас станешь 500-500. Хорошо. Мы опять же в плюс выбились. Полмиллиона копий продадим. И это тоже круто. Ожидается в этом месяце запуск PlayStation 3. Отвечая на вопрос о необычно высокой цене PlayStation 3, на высокопоставленный сотрудник компании заявил, ну что же, людям просто придется привести больше времени на работе, чтобы позволить себе эту консоль. Мы хотим, чтобы они прочувствовали, насколько сильно они ее хотят. Мы не уверены, настолько ли сильно ее хотят игроки, хотя бы потому, что до сих пор не было анонсировано ни одной серьезной игры для PlayStation 3. Пройдет достаточно много времени, прежде чем разработчики в полной мере оценят преимущество новой консоли. В любом случае, 500-500. Ребят, нам стало известно, что игра Bloody Line Vampires, недавно изданная компанией. Выдручка заработала более 500 тысяч. Ну, заработала. В смысле, продана была. Более полумиллиона опять копий. Если бы это была музыкальная запись, она получила бы статус золота. Опять же, вперед, выдручка к успеху. Скоро мы будем платиновые продажи вытворять. Смотри, 95 с половиной тысяч продаж. Фу, 95 с половиной тысяч фанатов, ребят. Круто же. То, о чем я говорил. И, наконец, концентрация. Один миллион кредитов на это требуется. Пожалуй, я потрачу. Эти денежки я потрачу. А вы работаете по контракту? Давайте, выжигайте. Нам нужны очки исследования. Нам нужен новый движок. Так, у этого парня концентрация есть. Отлично. Продолжаем выполнять работу по контракту. Штрафы у нас не будет, не бойтесь. Веб-сайт делаем. Все это для очков исследования, ребят. Все это только для очков исследования. 7 с половиной миллионов принесла нам Bloody Lines. Это круто. Опять. Вот ты пристал, а, бесишь. Прям раздражаешь. 8 миллионов на переезд. 16 миллионов у нас, конечно, останется. Но нет, я все еще боюсь. Я все еще боюсь расти пока что. Контрактов больше нет. Изучай, братан. Ну вот серьезный какой-то взрыв по исследованиям у нас не будет 3D-графики сейчас, да? Развитие персонажей мы сможем сделать. Достижения мы сможем сделать. Улучшенный ИИ, напарники с ИИ. Так как мы делаем квесты, стратегии и RPG, нам нужно что-нибудь вот по сюжету расти. Допустим, улучшенные видеовставки. Полнометражные видео. Вот что лучше? Наверное, полнометражные видео, а не улучшенные видеовставки. Для этого 80 очков нужно. Саундтрек также нужен, да? Движок, видеоролики должен позволять, движок. Озвучка должна быть. Блин, ну для этого очень много очков исследований надо. Давай вот это изучай. Может быть, стоит создать таки новый движок с минимальными улучшениями? Типа Saksak версия 2 или Saksak X, как любят вот Xbox делать и Sony, PlayStation. Создаем новый движок. Saksaksa, вот так типа, типа незаконченное, да? Что-то новое, но не совсем. С мультиплеером, с видеороликами, с пасхальными яйцами. Без монозвука, естественно. Линейный сюжет нахер не нужен, я везде использую разветвленный. Видеоролики норм, хотя простые видеовставки там будут, но норм пока что. Такое, Saksak 2 создаем. Saksaksa, точнее, да. А потом будет Saksaksak, типа 3S. 3Sak, как 3Pack будет. У нас новый движок, 3Pack, 3Sakом ссоваться. PlaySystem 2 уйдет с рынка через 2 месяца, бог с ним. Кстати, тоже добавляет очки исследования. Отлично, молодцы. Сдавая новый движок, мы нехило добавляем исследования. Может, вложить еще в один движок, как бы, и еще поднять очки исследования, даже не знаю. Я для чего все это делаю? Для того, чтобы еще немножко поднять ребятам дизайн и прочее дело. Технологии тебе вот вкатить надо. На самом деле, если мы поднимем исследования до 500, то будет попроще. Давай-ка догоняй старших братьев в десятку. Я тебе воткну сюда. А ты, братан, давай исследования вкачивай себе дико. Вот сейчас вот резко. Новая игра должна быть бомбезная, ребята. Мы должны дойти до 30 лямов. Тогда мне будет спокойно. Потому что у нас ежемесячные расходы 200 тысяч. Блин, новая игра должна быть у нас в скорой. Потому что на стенде тогда нихера не будет. На стенде будем продавать предыдущую игру. PlaySystem 2 больше не поддерживается. Ваши игры для этой платформы две штуки. Принесли вам 7,5 миллионов. Такое себе, конечно. Ребят, переставайте обучаться. Переставайте. Давай, давай. Подожди, сохранюсь. Давай. Ай. Загружаюсь. Давай, оп. Создаем новую игру. Да, без нашего команданта. Но это для того, чтобы игра попала на выставку. Мы делаем стратегию. О, 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 о. О, а может быть продолжение создадим как раз? На новом движке, естественно, да? Эпоха стратегий 2. Эпоха стратегий век. Век гейм-дева. Средняя, все, средневековая стратегия. Выберите платформу. PC, естественно. PC, сак-сак-са. Новый движок. Когда создаешь продолжение игры, очень круто, если оно на новом движке. Если продолжение сиквел на старом движке, то плохо принимают. С плохими оценками. Так что самое оно, то, что мы сейчас выставили век гейм-дева. Вот. И он попадает сразу же на стенд. Плохо, наверное, то, что наш командант и не участвует в этом во всем мероприятии. 242 тысячи человек нас посетило. Хорошо. В топ 100 мы, опять же, не попали, естественно. Здесь вот X2 можно будет нажать попозже немножко. Смотри, мультиплеер. В стратегии добавляются видеоролики. Очень круто, ребят. Значит, движок. Сюжет квесты не очень важный. А вот это очень важный аспект. Значит, за геймплей. Выдруч. За движок. Люк Монгомери. Да, он и так стоит. За сюжет квесты. Денис Хабибис. Нет, Трентон. Пусть будет Трентон. Давайте, ребята. Жгите. Давай, концентрация. Оп. 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 Ну, просто, чтобы как бы вместе, да, выжигали. Привет, это Кристофер Ригнали. Ох, мы сейчас. Да. Да, это будет очень крутая игра. Очень крутая. Спасибо за уделенное время. Давай, 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 ребят. Ух, как они вносят. Ой, как они вносят. Как они божат. Пасхальные яйца мы туда еще добавим. Мы туда столько всего добавим. Вы охереете. Диалоги не то чтобы важны. До 70 их, наверное, можно держать. Раз они не шибко важны. Вот так вот. Значит, за дизайн уровней. Денис, вот тут ты. Искусственный нын-ны-ны бренда. Да, бро, ладно. Диалоги на Трентоне. Ох, как мы распределили-то, а? Ой, как мы распределили. Ажиотаж растет. Давай, давай, давай. Вбрасывайте, вбрасывайте свое добро, свои знания. Очки исследования мы заработали нехило так. Ох, ребят, звук важен. Звук важен. Графика не то чтобы сильно, да? Вот где-нибудь так, да, будем держать. Значит, это дело. Значит, за графику, опять же, вы друч. За дизайн мира Денис Хабибис будет отвечать. Потому что он очень важен. Люк Монгомери за звук. Во, все. Ну, то есть основные ребята за основу возьмутся, да? А эти ребята на подсосах такие, на помощи. Выжигайте, выжигайте, выжигайте. Ажиотаж растет. Все растет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И технологичная какая игра. Мы только что получили письмо от компании с названием IP ваши. Станут наши. Они заявляют, что наш движок САКСАКСА нарушает один из их патентов. Они любезно предлагают нам приобрести право на использование их патента за 2,7 миллиона. Готовы уступить 50%, если мы просто заплатим им, не доводя дело до суда. Мы можем заплатить и надеяться, что они от нас отстанут. Или согласиться на суд и постараться выиграть дело. Как вариант, можно попробовать поднять наших фанатов на борьбу с ними и привлечь внимание общественности. Это тоже такие клещи индустрии, так скажем. Они есть везде в музыке, в геймдеве, в IT. Везде, везде. Которые просто приходят и говорят, типа, вы нарушаете наш патент. Давайте нам бабло, иначе будем судиться. И многим маленьким компаниям легче отдать сумму, чем судиться. Видишь, типа, я могу в 2 раза меньше заплатить. Либо давайте обратимся к фанатам. Поднимемся на высмех. Вообще, чё фанатов дёргать? Это наши проблемы. Решим дело в суде. Шансы 50 на 50, но мы решим дело в суде. Если мы действительно что-то нарушили, заплатим. Мы не хотим воровать. Всё очень просто, ничего страшного. О, 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 вбрасывайте. Суд отклонил иск о нарушении патентных прав, выдвинутые против нас. Как безосновательный. Все судебные издержки возложены на истца. Круто. Мы, собственно, выиграли, значит, дело, не начав его. Ой, смотри, как идеально вообще. 189, 188. Шикарно. Новый рекорд по технологиям. Не по дизайну, к сожалению. Но ажиотаж 193. Выпускаем. Новый движок. Давай, босс, под вашим руководством компания Выдручка выросла. И тут у нас риск. Но мы переезжаем. Бог с ним. Ладно, новый движок. Я сказал, будет новый движок, мы переедем. Да, он не шибкий мощный, не шибкий мощный. Но бог с ним. Добро пожаловать в новый офис Выдручка. Теперь у нас стало ещё просторней. Можно набрать больше сотрудников. Неподалёку, кстати, расположено несколько довольно известных университетов. Так что у нас есть шанс заполучить в команду молодых талантливых разработчиков. Вот ещё два места для разработки. Здравствуйте, Выдручка. Нам только что стало известно, что Вы открыли свой офис недалеко от нашего университета. Мы как раз собираемся запустить специальный курс по разработке игры. Ваша помощь, казалось бы, очень кстати. К сожалению, мы не можем предложить никакой оплаты. Но полагаем, что обучая наших студентов, ваши сотрудники смогут отточить и свои навыки университет. Доступны новые варианты обучения. Круто. Допустим, ну-ка, ты анализируй игру. А вот эти могут ездить туда, обучать людей. На нашу недавно выпущенную игру Век Гейм Дева появились первые обзоры. Ну давай, родной. Это ещё и шедевр будет? Девятка? Десятка? Мой новый любимчик? Десятку? Давай десятку? Ну не восьмёрку же, ну 9, 10, 8. Десять, две десятки. Это ещё и шедевр. Мы сейчас поднимем до двадцатки своё бабло. На стата тысячах фанатов. Давайте в отпуск, ребят. Этот новый офис просто прекрасен. Да и расположен удачно. Мы тут прогулялись в окрестностях, и у меня родилась классная идея. Почему бы нам не открыть собственную научную лабораторию? Это позволит нам резко ускорить свои текущие исследования и взяться за разработку по-настоящему масштабных инноваций. Это потребует расходов, но лидерство в игровой индустрии стоит того. В общем, после некоторых прикидок, я считаю, что научная лаборатория нам просто необходима. Но чтобы её открыть, нам в команде нужен хотя бы один сертифицированный специалист по дизайну. И у нас он будет, наверное, скоро. Теперь у нас больше ста тысяч фанатов. С таким количеством верных поклонников мы сможем сами издавать среди игры. Мы и так это делаем, братан. Мы сейчас отобьём всю стоимость переезда своим сиквелом крутым. Компания Выдручка недавно выпустила продолжение игры эпоха стратегии. Новая игра серии называется Век Геймдева и была встречена превосходно. Ребята, жгите. В данном эксклюзивном интервью основатель компании Выдручка сделал очень смелое заявление по поводу игры Век Геймдева, которая тогда ещё только разрабатывалась. Теперь, когда она поступила в продажу, пожалуй, можно сказать, Выдруч, вы были правы. Игра получила в высшей степени восторженные оценки. Это хорошо отразилось на продажах. Ну, божественно. Божественно просто. Нам стало известно, что игра Век Геймдева недавно изданная компанией Выдручка заработала более 500 тысяч. Если бы это была музыкальная запись, она получила бы статус золота. Но, опять же, не заработала более 500 тысяч. Это кривой перевод. Продалась тиражом более 500 тысяч. За два с половиной дня. Ажиотаж вокруг игры продолжается. Мы закончили анализ игры Век Геймдева. Дизайн уровня и очень важный аспект игры такого типа. Очень круто. Я хотел бы посмотреть. О, смотри. Специалист по дизайну до 700. Мы, кстати, скоро поднимем им до 700. Это очень круто. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Учитесь преподавать. 30 очков исследования стоит обучение преподавая. Я играл в Век Геймдева и просто не мог оторваться. Настолько она меня захватила. Исследовать тщательно продуманный мир игры, стратегии Век Геймдева, одно удовольствие. И поверьте, вы проведете долгие часы за этим занятием. Просто одна из лучших игр, в которые я играл. Похоже, рынок особенно хорошо реагирует на новые тематики в играх. Я видел фотографии вашего нового офиса. Красиво и современно. Вижу, что дела у вас идут отлично. А если нужны еще клиенты, то имейте в виду, у меня есть парочка крупных заказов как раз по вашему профилю. Джейсон, разблокированы крупные контракты. Давайте, жахайте немножко. Немножко в исследование сейчас бахнем, потому что мы сейчас будем готовиться очень к нехилому такому продвижению. Вперед. 115 тысяч. Ой, что-то я не посмотрел на это дело. Вы сможете хоть за это время-то набросать? Ребят, должны успеть. Платина! Продайте 1 миллион копий игры без помощи издательства. Есть! Охренеть! Нам стало известно, что игра вега-геймдева, недавно изданная компанией Выдручка, заработала более 1 миллиона. Вот именно из-за этого я не понимаю, почему так быстро снимаются с продажи игры. Почему их нельзя оставлять вечно висеть в продаже? Была бы какая-нибудь тема, например, знаешь, платишь какую-нибудь там арендную плату за возможность продавать свою игру. И тогда с выходом сиквела возросся бы интерес к первой части и люди бы на волне хайпа второй части покупали бы еще и первую часть по новой. По-моему, это логично, но здесь это не продумано. Ладно, в игре на самом деле очень много всего не продумано, она такая достаточно лайтовая, так что не будем углубляться. Кажется, мы не успеем. Ой-ой-ой, да, мы не успели. 110 тысяч мы просрали, но мы очки исследования заработали нормально. Если бы я бустанул, то нормально бы зашло, но, к сожалению, я же говорю, мы купили переезд. Это очень круто. Нам нужен специалист по дизайну. 1 миллион 319 тысяч копий было продано, и это принесло нам 14,5 миллионов. Ребята, это очень круто, очень. Обучение. О, так он уже по дизайну 700. 100 очков исследования как раз для этого нужно. И 5 миллионов кредитов. Давайте, жгите. А ты на технологиях поднимешься немножко, ну, наверное, вот так. Потому что тебя скоро нужно будет тоже поднимать. Обучение. Тоже технологии. Жги. Обучение тоже. Нет, не технологии. Это тебе дизайну, а тебе обучение всему-всему-всему чуть по чуть. А может добавлять скорость, я даже не знаю. Нет, давай мы чуть по чуть всего поднимем. Да, мы очень много на это все сливаем. И как бы сейчас не прогореть, я лучше сохранюсь. Потому что, да, у нас денег вполне себе много. 21 миллион. Но все же. Денис Хабибис, давай. Теперь мы можем открыть нашу собственную научную лабораторию. 2,5 миллиона еще на это потратим. 7,5 миллионов мы на это потратили. Учитывая новый офис, еще 8 миллионов сверху. То есть, ну, нехилая такая сумма вырисовывается. Наша научно-исследовательская лаборатория готова. Доступно новое исследование возможности интернета, аппаратные средства. Научная лаборатория. Бюджет 0. А, вот. Мы можем поднять бюджет. Добро пожаловать в нашу собственную научно-исследовательскую лабораторию. Сейчас здесь пусто, но у нас есть много квалифицированных людей, готовых приступить к работе. Вам не придется нанимать их по отдельности. Достаточно просто принять решение о бюджете лаборатории. Чем больше средств вы выделите, тем больше сотрудников приступят к работе и тем скорее получат результаты. Научная лаборатория штука не дешевая. Так что будьте осторожны и не потратите больше, чем можете себе позволить. Я рекомендую начать с небольших проектов и при необходимости сокращать расходы на лабораторию. Если конкретный проект не выбран, лаборатория будет просто генерировать очки исследований, которые можно потратить на обучение персонала и разработку новых игровых идей. Мы 100 тысяч, наверное, 120 тысяч в месяц на это дело потратим. Игровая выставка. Я еще раз сохраняюсь. И нам нужно создавать новую игру, ребят. Но это будет уже в следующей серии. Вот такая вот насыщенная крутая серия получилась. У нас хороший задел на будущее. В принципе, манихилы так вложились в это наше будущее. И будем рассчитывать на то, что все наши вложения окупятся в скором времени. Не забывайте, пожалуйста, про мой второй канал Гандол. Там очень много крутых роликов. Помимо интервью с Себастьяном Фитцком, есть еще парочка наикрутейших тем, которые ждут вас. Зайдите, посмотрите, пролистайте, оцените, поставьте лайк, подпишитесь. Для меня это очень важно, ребят. Это очень сильно мотивирует. Ну и также приходите на мои стримы на Твиче. Безер стрим. Ссылка тоже в описании. Дальше круче, ребят. Пока.